здравствуйте дорогие друзья вчера сделал видео автоматика для твердотопливных котлов на ардуино и эта тема очень многих заинтересовал и я решил сегодня продолжить эту тему и сделал управление с автоматикой при помощи скада систем к скада давайте посмотрю то есть вот там а на той схеме добавить bluetooth устройство и через bluetooth android устройство связывается с bluetooth устройством и управляет как бы этими этими делами и параллельно вот это тоже работает то есть там можно и управлять через сам блок автоматики можно и через android устройство так это сейчас покажу как выглядит так я сделал видео вот это как работает но первоначально давайте немножко вкратце пока ну так рассказать как это все работает то есть вот это у нас к скада на android и отображается в таким образом есть два экрана вот на первом экране покажу я показываю эту работу устройства как это все работает котел как работает на авто на втором экране на втором экране вот отсюда настройки как задаем то есть что какие есть настройка суда задаем температура вот 28 данный момент установлен 28 градусов потом реле работает время время работы вентилятора то есть есть там режим такой включаем это режим у нас вентилятор работает периодически включается выключается вот когда будет устанавливать это первоначально будет 1200 секунд выключена 20 секунд включена но я там поменял ну сейчас это там режим я видео не показал забыл показать ну ладно то есть вот отсюда вот нажимаете сюда выходит там и устанавливаете какой сколько надо данный момент температура 28 градусов давайте первоначально здесь и посмотрим что здесь есть управление как управляется так здесь вот это 4 светодиода у нас показывает работа системе мы установили температура я там установить 28 градусов вот установлена там 28 градусов и здесь есть гистерезис температуре 5 градусов выше и 5 градусов ниже установленного если вот в гистерезисе находится температура это считается что у нас все нормально в норме вот это зеленый светодиод горит и когда температура опускается ниже гистерезиса или вверх гистерезиса этот выключается зеленый желтый загорается и есть аварийный режим то есть когда температура выше 95 то есть у нас желтый горит увеличивается улице 95 градусов и выше поднимается тогда авария у нас вот это светодиод начинает мигать красный и звуковой сигнале издается звуковой сигнал отсюда при помощи вот этой кнопки сбрасываем а вот этот сигнал будет лампочка будет мигать до тех пор пока температура ниже не станет то же самое и на низкую температуру опять температура падает меньше 10 градусов когда будет до 10 градусов вот это желтый будет меньше 10 опять этот синий мигает и звуковой сигнал также этот выключается так это про это здесь у нас два переключателя есть если режим чтобы вот этот насос у нас постоянно была включена то есть меня свой вот это переключаться переключаем у нас насос вот это показывается в этот идет работа насоса насос включается и постоянно независимо от температуры постоянно циркулирует а есть режим когда насос выключена в этом состоянии насос включается в том случае если температура ниже установлена вот установили 28 если там 27 будет или 25 будет насос не будет включаться выше будет вот только тогда нас по стать когда температура увеличивается начинать циркулация воды и вентилятор наоборот работает если температура ниже вентилятор включается если выше вентилятор выключается тот как бы на оборот работает насос с вентилятором и здесь есть еще работа вентилятора другой режим то есть мы переключили другой режим вентилятор у нас когда температура ниже становится вентилятор включается периодически то есть мы там я показал установки оттуда можно время установить можно установить допустим чтобы 20 минут вентилятор не работал потом 10 секунд работал или 20 минут или наоборот то есть оттуда вот это время время можно устанавливаться время работы вентилятора вот это так и здесь на экране показывает вот это как все как все работает как все то есть температуру показывает здесь вот это так работает схему я показал это показал давайте теперь посмотрим видео так где у нас видео то давайте бы я вот это взял видео как это все работает итак друзья на столе видите скада система для твердотопливных котлов сделал на android используется скада системы система каскада и этот давайте посмотреть как это работает сейчас данный момент температура 24 градуса я установили 28 28 это ну на самом деле там надо 60 или сколько больше я 28 чтобы показать этот процесс как происходит 28 установлена гистерезис где-то 10 градусов 5 градусов выше или ниже это будем считать норма если гистерезис находится вот эта лампочка закорит это значит система в норме если с гистерезиса вверх или вниз уходит температура загорается вот это желтый желтый показывая что система работает но температура выше или ниже и этот здесь установлена еще этот 95 градусов когда 95 градусов доходит температура то есть это уже авария начинает вот это красный мигать и звуковой сигнал издается или ниже 10 градусов установлена еще ниже 10 вот это вот этот синий мигает и опять звуковой сигнал издается а вот это больше или меньше вот этого 10 градусов гистерезиса этот желтый горит что показывает что работает все но этот еще температура или больше или меньше так и здесь вентилятор данный момент когда включаем температура ниже установлена вентилятор включена данный момент вентилятор включена продувает но здесь есть режим когда этот переключаем и вентилятор надо работать периодически то есть устанавливаем время вот здесь установки здесь установки вот вещи в данный момент установлено 5 секунд и 10 секунд то есть 10 секунд отключена 5 секунд работает температура 28 градусов отсюда вот допустим 29 установим вот сейчас 29 установим температура так 29 и записываем видите 29 то есть это все энергонезирует независимости независимый памят устанавливается здесь настройки вот на втором экране асу задаем и работа вентилятора и температура давайте сейчас провем вы сейчас я здесь дает и ее из насос постоянно когда работает и когда насос постоянно включаем вот включили включился это вентилятор должен выключиться насос работает и лампочка показывает что насос включена когда насос включена вентилятор не будет работать насос выключен сейчас вентилятор сделаем так что периодически как бы работал то есть вот температура когда поднимется вот это установленного вещества насос включится давайте проверим вот кипяток воду и температура увеличиваем вот это выключился насос включился теперь давайте аварии по посмотрите ушел и вот это переключился сюда давайте аварию проверим я там установил 50 градусов ну это 95 будет на самом деле вот как 50 будет выше 50 авария включится и здесь пока желтый горит вот авария вот это красный мигает и звуковой звуковой сигнал можно выключить вот выключили звуковой но авария остался пока температура этот не уйдет давай сейчас нижней температуре тоже проверим так здесь нижний вот сейчас видите уже желтый загорелся но вот это красный перекратил уже мигать сейчас температура понижается понижается сейчас система в норме вот это загорелся и этот вентилятор включился насос отключился то есть ниже температура сейчас еще ниже ниже будет уже ниже установлено желтый опять загорелся то есть показывает что все работает но температуре что-то не то пошли вниз сейчас меньше действий будет опять авария включится то есть это уже низкий уровень температуры 12 11 вот авария у нас включился здесь синий мигает и звуковой сигнал звуковой сигнал выключаем вот выключили звуковой сигнал но здесь отмекает показать что температура это ниже норме то есть опасная по опасно ниже здесь у нас нет скажите что снег воткнул на другой здесь кипяток опять температура увеличиваем вот то есть а таким образом все это работает единственное что не получился у меня звук вывести вот в android устройство что-то тут программа зависает когда я делаю я не знаю что это надо с разработчиками программе там поговорить или мой счет у меня с android устройством что-то не так или что-то программе там так какой-то сейчас температура увеличится опять тебя выше норме 100 и отсюда тоже все это видите отсюда то есть все дублируется с кнопками можно вот отсюда то есть это в котле будет уже установлена там и с android устройство сет дублируется единственное что не мог сделать вывести звук в android устройство то есть там какой-то баг программ там по моему остальные на компьютере объясню так теперь давайте все это на flprog посмотрим как это все работает первоначально закроем так начнем с матбаса там в комментариях было там сказали просили что тут еще к матбас добавить что можно было там другим устройством связываться но матбас вот это android устройство у меня через матбас работает поэтому вот матбас сейчас добавим но если вот не через android устройство хотите допустим через rs-485 сет подключить и тогда так надо делать настройки матбаса и здесь надо вот это рады явить и здесь нету добавить какой-нибудь лет 9 или 12 чтобы можно было в модуль подключить вот это раз 485 так ли 9 или 12 пину укажите так с плутузом уже реды и не надо как бы так это промо от вас здесь значит настройки такие и так адресы кольц насоса вот это у нас вот этот переключатель насоса чтобы включать нас у двадцать восьмом адресе находится там вентилятор нас тут двадцать пятый адрес потом вот это светодиод зеленый который насос показывает включена или выключена 130 30 так вентилятор 131 опять вот это светодиод показывает включена или выключена и после уже аварии вот эти четыре идут авария вот это который красный вот 132 адрес система в норме 133 температура ниже 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 установить этого очень очень низко когда что тут я написал ниже да ниже норме теперь вот это меньше 10 градусов это синий светодиод потом вопросительный вот это который желтый то есть когда температура выходит из установленного вот гистерезиса то есть это 10 вот это градусов гистерезис ну там вы можете гистерезис побольше поможет целаться здесь я не знаю сколько надо поэтому 10 пока поставить а там покажу как это надо будет меня то есть вот это светодиод загорается и сброс вот это звукового сигнала 136 137 у нас звук то есть если здесь появляется высокий уровень задумки вот должен быть звуковой сигнал должен быть срабатывать то есть я хотел тут это голосовые как бы делалось с андроида там допустим если перевищает там температуру или меньше там чтобы голосом сказал что завершена температура авария или низкая низкий уровень температуры и звуковой я хотел делать но у меня не получилось видимо как программе вот каскад или у меня что-то с андроидом не так но даже не в этом деле не в этой схеме я отдельно попробовать этот попробовать вот это то есть когда там за системе звуки подключаю там всегда вот это перестает у меня работать почему-то но это потом разберусь и конце концов делаем так не будет но этот момент хотелось сделать но не получилось и здесь этот регистр и холдинг регистр вот эти интегр сигналы то есть температура на нулевом градусе показывает установка температуры на первом первом адресе этот нулевом адресе первый адрес второй адрес время работы вентилятора третий адрес время выключено состояние вентилятора так и 4 установка температуры 2 штуки у меня что ли уже не помню тому счет там ладно так потом вот это 5 5 устала так эта установка но это 5 установка вот это включение состояния вентилятора в 6 установка выключение составили вентилятора это система система я вот это еще системные вещи а мы хотели что-то там манипулировать но пока это не делал пускать и так будет так теперь пошли дальше первая плата вот это у нас блок меню это уже там прошли видео рассказал как это работает вторая плата управления то есть здесь это автоматика управление вот этим котлом здесь дисплей вот чем дело я смотрю что-то у меня неправильно вот когда четвертую кнопку я там наживе нажал там должен был вот это загореться вот это дисплей синим а у меня почему здесь два три надо вот это удалить пока помню я смотрю что-то у меня не работали а там еще обратили внимание так давайте это сделаем сейчас сюда четвертую кнопку посоединим чтобы это все у нас работала и инверсию делаем так это сделали так это сделали так сказать так будет здесь 5 у нас от баз то есть вот на 5 на 5 платы здесь вот это устанавливаемые вот это время вентилятора и вот температура и все это через мат баз вот эти все передавать передавать здесь вот обратите внимание у нас это каскада не умеет работать со флота то есть это с плавающей запятой я посмотрите как взял здесь умножали на 100 здесь получилось вот это и этот перевратили его интеджер вот это число а там уже есть вот этого каскаде вот этот запятую вот это ставит вот между регистрами как бы два регистра перед двумя регистрами поставили получилось у нас как флот то есть там и десяточки сотые доли уже начинает показывать но на самом деле это флот там вот это не не умеет работать с этим так и здесь вот этот момент как у нас все это работает здесь устанавливаем гистерезис температуры то есть выше и ниже 5 если вам понадобится вот это гистерезис побольше поменьше просто цифры меняется вот сейчас это 5 5 то есть гистерезис 10 градусов мы установили его середине вот допустим у нас 28 плюс 28 минус 28 у нас гистерезис находится в этом районе и отсюда когда вот в этом районе вот здесь система в норме вот там зеленый загорается то есть когда отсюда уходит или вверх или вниз здесь в обоих случаях должен быть вот эти единицы когда в одном нету единицы ли больше ушло или меньше на выходе единица пропадает и там этот зеленый перестает загораться и отсюда уже как бы инверсия инверсия подключена но можно было суд я немножко тот химич вот этого элемента не надо было просто здесь можно было инверсию то есть вот это желтый светодиод когда синие не работает желтый работает то есть это температура не в норме находится как бы работая система но не в норме или больше или меньше так это так теперь еще дальше пошли дальше нету так надо дальше идти и здесь вот это авария то есть видите здесь установили 96 градусов здесь 10 градусов то есть когда выше 95 ищет 95 градусов у нас это аварийная ситуация то есть котел может взорваться или чего-то вот тогда на выходе единица появляется и этот вот это красный светодиод начинает мигать здесь генератор стоит стоит там секундный генератор пол секунды включена пол выключена то есть красный светодиод начинает мигать и то же самое для низких температуру сделан вот второй то есть когда ниже опять тоже сами вот это здесь это начинает мигать синие светодиод начать и здесь звуковой сигнал вот здесь когда или аварийная ситуация или выше или ниже вот отсюда импульс идет через это р-трик р-с-триггер срабатывает и отсюда с генератора сигнал генератор тоже заработает и отсюда сигнали поступает на звуковые вот это зуммер поступает там и слышим этот звук это и при помощи кнопки вот можно с экрана вот андроида можно так или кнопка 4 нажмите звук перекращается но мигание не перекращается до тех пор пока температура в норме не станет так вроде это тоже все рассказал так это тоже все рассказал так что я больше хочу сказать так вроде все об этом котле я сказал это у нас тестовый тестовый вариант то есть это еще испытание делаем и я дальнейшем посмотрю если еще людей заинтересует это я смотрю что заинтересовал много комментариев там разные предложения полу посмотрю может что-то там можно будет поменять особенно мне понравился вот там комментария пила вот электрический котел тут добавить то есть здесь еще электрический котел добавляем когда вот этот потухнет допустим или температура меньше станет там дрова не добавляем и уходит куда-то чтобы не вот это все не замерзнула там электрический котел включается то есть можно здесь еще один датчик поставить не датчика именно с этого датчика туда автоматику и температура устанавливать какой-то если температура начинает падать до определенной температуры который уже нельзя ниже вот это электрический котел включается и поддерживать температура в системе ну можно и так разными я посмотрю если людей интересно будет будет это продолжить наверное тема так вроде я про все я уже рассказал так что еще давайте подпишитесь на мой канал я думаю что это очень оригинальный канал канал здесь и здесь очень интересных вещей которые нигде вы не найдете интересно в том смысле я хочу мой миссел здесь очень много коммерческих проектов то есть если вы занимаетесь коммерцией можно вот из этих там что-то делать и это продавать то есть идеи здесь очень много интересных немножко зарабатывать и все можете зарабатывать деньги как можно сказать ну что еще сказать я желаю вам успехов вот в этом теле и что подпишитесь на мой канал спасибо за внимание с вами белградчик ченигарян до свидания до новых встреч